Всем привет ребята, здравствуйте, с вами братуха и это игра Warobots. Сегодня будем играть без заставки. Никаких новостей нет, кроме как, вчера я выпустил два видеоролика, один из видеороликов был видеоклип Станислава Богатырева, который специально к пятилетию игры Warobots с друзьями сняли, нарезали, вот и видеоролик, поздравления, да. Но даже пиксоники, они хотели ему дать поощрительный приз, ну видимо, наверное, там в игровой валюте, почему бы и нет, она же не реальных денег стоит, ну для вас реальных, а им карандашом взмахнуть, ничего страшного. Но они ничего так и низи ему не подарили, и он меня попросил пропиарить его видеоролик, я пропиарил видеоролик. Но, сразу после этого появляется в официальной группе ВКонтакте скриншот, и не скриншот, а картинка, где игра престолов, трон из тысячи клинков переделан в тысячу таранов, огнеметов и так далее. В общем, все вооружение Warobots сделано в этом троне, и вроде бы как написано «Счастливые пять лет игры вместе». В общем, мне кажется, эта картинка создана к пятилетию. Это говорит о том, что люди посмотрели этот видеоролик и поняли мой посыл в описании закрепленный, где я опубликовал в своей группе, что, мол, так-то и так-то совсем уж жадные. Но, видимо, они это поняли и опубликовали чье-то фото. Я хотел бы сейчас еще один посыл такой дать. Ребят, может вы наградите всех ребят, которые старались и заморачивали. Вообще, я думаю, что почему бы творческих людей не награждать? Вот админы там ВКонтакте, вы же решаете, кому дать награду, а кому не дать. Сколько я вас и не обкладывал плохими словами, но вот Станислав Богатырев, вот этот парень, который трон нарисовал, да и другие, которые стараются, делают контент, свой фан-контент. Почему бы вам не завести такую традицию награждать фанов за их контент? Почему бы такая традиция не появилась бы в Игрево-роботс? Люди бы стали проявлять свое творчество. Может, у кого-нибудь кто-нибудь родился, ну, где-нибудь родился бы Пикассо или какой-нибудь Шекспир. Всякое может быть. Может, даже и Бах какой-нибудь родится. Музыку такую наклепает, что все конкуренты Игрево-роботс обзавидуются. В общем, все в ваших руках. Спасибо, если вы прислушаетесь. Ну, а мы сегодня поиграем в игру. Игра у нас сегодня будет состоять из трех режимов. Первый режим я буду играть против всех, потом в превосходство, а потом совсем уж бомбящий режим, это гонка за маяками. Против всех. Поехали, ребята, впротив всех. Уфу, реки. Кстати, где был пожар, где был пожар, я вчера на стриме показывал фотографии, где я снимал закат, и попали в кадр пожар. Пожар. Выяснилось, пожар это в спальных районах, дачные, нет, это частные дома. Вот. И фишка в том, что в этом доме, в котором сгорела женщина. Она, короче, сама себя, видимо, каким-то образом подожгла, и каким-то образом она сгорела. В общем, никто не погиб, кроме этой женщины. Вот. Ну, я вот не знаю, были у них дети или нет. Меня сейчас конкретно решили убить. А почему бы и нет, да? Я же выбрал топтышку слабого робота. А, понятно. А я думал, он со щитом. Видите, какая фигня. Я так-то могу и проиграть. Ну, сейчас, возможно, может, этого топтышку съедим. Один килл сделаем. Второй килл сделали. Самое главное, это делать, ребята, киллы. Да, тут нет, к сожалению, трёх маяков. Не смог парень вылечиться. К сожалению, тоже, смотрите. Был бы дробовичок, сейчас бы его бы. Вот, 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 вот. А, отлично. На, прям всё хорошо складывается. В мою сторону просто шикарно. Первый парень на Аресе проиграл. Стал третьим. Нехватка, эээ, нехватка трупов. Нехватка убийств. У нас там зелёный дракон мучает. Давайте глазик используем. Потом. И, оуу, сейчас мы этого парня добираем. Неплохо. Зелёного дракона можно не сжечь. А, там бульвар. Лучше тогда домашку набивать на зелёном драконе. Кстати, он активировал глазик. А я, к сожалению, смотрите как. Хо-хо-хо-хо. Очень хорошо. Прямо думаю, что этот парень не будет прыгать в ближайшие три секунды, пока я его буду кушать на завтрак. Тут у нас ещё и пулемётчик бульвар. А вот там опасно. Благо, у меня есть ласт. Он же включит у нас щит. Включил щит, да. Отлично, ребята. Ах, к сожалению, я не убил этого парня. Но его убил другой, а Рессор улит, господа, до сих пор ещё. Ну, нет, летающий дракон. Но я думаю, летающий дракон... Более уязвим, чем Марс. У меня ещё, напоминаю, Спарк и Хала, не зелёного цвета. Будет взлетать, наверное, двоечка. Видите, тоже включает он режим. Разумеется, конечно. Мы включили глаз. Прям шикарно. Одиннадцать уже убили. Мы такие могучие. А нас сейчас какой-то Пурсуал убьёт. Сами понимаете, да, что такое шестого уровня ласт-энд? Я практически был неубиваем. Это мне полу-пол жизни. Это круто. Это ощущение охренителя. Не успел, парень, связать. Вы еди на два слова. Я тебя люблю. Этот бы прыгнул, я, по-моему, всадил бы сто тысяч. Кто кому больше дамага нанёс, да? Ну, двоечка, будешь там стоять на месте, так и проиграешь. Ну, убьёт же его кто, да? Да, господа, убил его именно Пурсуал. Застанил я его как раз в подходящее место. О, это меня убьёт. Ну, включайся! В свой щит вошёл! Давай, тебя в Джадо возьмём. Вон мой щит! Я такой назад, он у меня всё уже... Я стою становый такой, обалдеть. Я так хотел лететь бесконечно. Кстати, он хоть и уязвимый, всё равно у него и щит. Какое-то количество там... ХП у него один, ХП, смотрите. Если бы не слишком высовывался, мог бы у меня стрелять и стрелять ещё. Три минуты боя остаётся. Все противников уже убил. 14 килов наделал. Неплохо. Первое место превосходно. Да, мне нравится. Ну, сейчас миллионочка 3-4, наверное, серебришко дадут. Э, давайте рекламу посмотрим. 832. Реклама очень интересная. Мне нравится. Чёрный экран. Прямо, чтобы не раздражало. Слева информация. Внизу отсчёт времени. Справа микрофон. Можно даже и звук рекламы убрать. Вообще. Отлично. Прямо ничего не мешает уснуть. Во время просмотра рекламы. Сейчас в верхнем углу появится крестик. Его нажимаем и рулетка крутится. Полтора миллиона на кружево. Миллион четыреста, да. Ну, вот такой вот бой. Миллион четыреста. Неплохо. Даже не посмотрел, кто играл в команде. Вот это печально. Один бустер мы забираем. Увеличение дамага. Ну, сейчас, как и обещал, идём в режим превосходства. Турии! Режим превосходства. Режим превосходства. Насмерть! Насмерть! Ну, тут, конечно же, можно и спектра для начала взять. Нифига, Магадан уже с правой стороны как хорошо залупился. На чём Магадан? Я еду... Магадан... Ну, так и думаю, что нехило я его убил. У нас три маяка. Сейчас попробуем на правую фланг уехать. Там, видите, ещё бьют. Ребята на флаксах. Пока они отвлеклись, надо быстренько... Опа, этот уже промахнулся. Поздно, вы, ребята, соображаете. Поздно. Сейчас будем пытаться к вам заходить в гости. Да-да, ребята. Я еду... Магадан... Опять ты, парень, промахнулся. Бывает. Ну что ж, пришло время наказывать дальнобойщиков. Первым погибает фура. Вторым погибает Наташка. Хватает? Хватает. Ну и дальше погибаю я. В общем, хватило мне на убийство двух роботов. Ну, не зря я этого робота взял, да? И при том у нас четыре маяка. Но! Уничтожив этих вялых дальнобойщиков, я, возможно, совершил ошибку. Потому что сейчас появятся, может, мелкие парсуа, блицы и что-то в этом роде. Давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай. Надо было, наверное, брать, бить блица, но он, возможно, мог включить щит. Сейчас мы по блицу ударили. Не успел забрать маяк. Чувствую себя, ребята, превосходно. Сейчас буду уходить. Застань. Легко, хорошо. Прям вкусняшное мясо используем. В бою, ребят. Очень такая тяжёлая Наташка. Надо выходить на Немезиса. О, хорошо-хорошо. Подфартило прям. Мама, не горюй. Всё. Прекрасная победа, господа. Ах, классно-классно-классно. Злой босс меня приглашает. Извините. Да, хорошо, Магадан, да. Прекрасно всех набомбил. Ух! Бой был суперский. Прямо, ну, не менее хуже... Не менее лучше, чем... Не менее хуже, чем предыдущий. Не то, что-то сказал, но вы поняли. Ну и третий бой. В гонке за маяками. Три разных режима. Посмотрите, в каком лучше играть, где лучше фармить. В комментариях отпишитесь. Я вот ещё, интересно, вчера в первом часу уснул. А вот проснулся я в пять. И чувствую, что сегодня стрима не будет. Я думаю, что усну сегодня раньше. Чем обычно. Не знаю, на что парень рассчитывал. Ну, забрать маяк он забрал. Сейчас у меня активируется своя система подавления. Я чё-то не понимаю. Он чё такой бронированный? Обалдеться. Сколько у него стрелял, ни разу не получилось его убить. Какой-то робот такой новенький. Не убивашка. Прыжка у нас ещё нет. Но меня идут... Помогать мне. Отлично. Бластенд. Отлично. Маяк наш, но вортексами меня накрыло. Прямо можем их окружить со всех сторон, ребят. Они идут отжимать свой... Свой маяк идут отжимать. А мы тем самым ещё и этот маяк заберём. А будут пыхтеть, мы ещё и домашний заберём, господа. Почти забрали. Хе-хе-хе-хе. Надо лево съесть. Не надо обращать на меня внимания. Боюй там со всеми, а я сейчас подлечу, подожди. Ни фига он жирный. А Реса чуть полностью не заварили. Увы, не получилось. Мояк хочет забрать. Давайте робота пожертвуем, но не отдадим. Всё. Пошли, красные, в атаку. У меня все роботы кончились. Они оказались сильнее. Или мы слабее. Пока мышка радётся, проиграем. Три на два, но один на четырёх. А-а-а, фича на Зевсах. Мишка радётся, мне кажется, на Грифоне. А, нахай, нахай, на этом, на... Забыл, как его зовут. Кумихо. Всё, и фу, раздохло. Кот облез, мы проиграли. Ну, печальный бой в этот. Сейчас посмотрим, сколько там серебра. Это гонка за маяками. Захватил маяк и тащи, но... Взяв маяк, маяки, мы стали близок противнику. И стали по одному респалниться и по одному умирать. И у нас кончились боты, скорее всего. Да, по дамагу вроде бы неплохо все играли. Кстати, Барнер набирал два с половиной миллиона. Интересно, вот на чём? Два Реса, Тур и два Ауджана. И 70-го левела полковники. То есть, получается, он сам себя ещё где-то там отхиливал, видимо. Так, вот давайте, например, этого Джамила. Меткий стрелок, механик Хадос. Ну вот, каждую секунду ремонтирует себя. Миниджек тоже ремонтирует. Увеличенная прочность. И ремонтирует себя. Вот такое, ребята, запоминайте. Вот так надо прокачивать. Тур восстанавливает больше прочности в своей способности. Тур ремонтирует себя в своей максимальной прочность за каждую секунду. Вот так вот. Обалдеть. А, смотрите, меткий стрелок Эвенджер. Эвенджер имеет повышенную кучность стрельбы. Это вот сильный игрок. Ну, не то что игрок, прокачка пилотов сама по себе сильная. В общем, вот такой вот у нас мега-нагибатер. Мы с вами прощаемся. Спасибо большое. С вами был братуха. Спокойной ночи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин